Друзья, всем привет! На дворе 24 июля 2019 года и мы с вами наконец-то добрались до нового Lexus ES250. Чистокровный японец и именно о нем мы сегодня с вами поговорим. Владелец вот этого автомобиля до этого два года катался на Mazda 6, точно такой же, которая была и у меня. Всем был доволен, после этого решил то, что нужно машиночку продать, взять что-нибудь поинтереснее. Приезжает к официальному дилеру Lexus, выбирает себе интересный автомобиль, в принципе это базовая комплектация для мотора 2,5 литра. Сдает свой автомобиль по системе трейд-ин и при этом получает скидку суммарную 300 тысяч рублей. Вот этот автомобиль стоит 2 миллиона 836 тысяч рублей, при этом он забрал его из салона за 2,5 миллиона рублей. К слову о трейд-ине, поймите правильно, ситуация всегда бывает сугубо индивидуальная. Его автомобиль они забрали по цене 1 миллион 100 тысяч рублей, при этом выставили на продажу за 1 миллион 250 тысяч рублей. Но при всех равных, при всех дополнительных скидках он получил действительно хорошее предложение и продавать самостоятельно просто-напросто не было никакого смысла. Что он получает за эти деньги? В первую очередь это чистокровный японец, японская сборка. Но здесь стоит штатная резина 17-я и когда приехала машина, он заметил такой момент, что когда разгоняешься примерно 120 километров, машина начинает вибрировать. И как вы думаете, что это такое? Это бракованная резина. Два баллона оказались с браком, с дефектами. Ехать 160 тоже геморрой. Опять-таки, ЕКХама, вот в частности на эту модель, вот этих размеров, она довольно-таки редкая. Найти сейчас ему точно такой же рисунок представляется затруднительной возможностью. Вот вам, пожалуйста, картина. Лексус, все классно, но какой-то косяк с резиной. Соответственно, дилер официально говорит, а, ничего мы не знаем, иди нафиг. Далее, что у нас идет по комплектации? Ну, в первую очередь, по внешнему виду здесь вот чистокровная японщина. Ну, согласитесь, посмотрите, пожалуйста, на автомобиль. Сами все скажете. Все вот эти линии, которые обычно там говорят, вот эти линии передают целеустремленность, агрессивность, взгляд в будущее. Ну, простыми словами, это японец. Потому что, если сегодня мы с вами посмотрим на Мерседесы, на BMW, на автомобиль от концерна VAC Group, там присутствует своя какая-то вкусовщина. То же самое бывает с корейцами. Здесь же автомобиль, на самом деле, вживую, когда на него смотришь, симпатично выглядит. Ну, прям так же, в тот же момент сказать, знаешь, что прям, вау, нифига себе, что-то прям новое, современное, я не могу. Но в тот же момент это действительно новый автомобиль, потому что он построен на новой платформе. Раньше была платформа TNGA, сейчас появилась другая платформа, более современная, на которой также построен автомобиль Toyota Camry новый. Вот это у нас идет индекс XV70. Значит, смотрите, что у нас скрывается под капотом. Парни, как вы все уже успели заметить, я передвигаюсь на автомобиле с тонировкой. И многие из вас задают вопрос, а как так-то? Это же незаконно. Все верно, это незаконно. И это все, на мой, страх и риск до первого инспектора, до первого поста, где как минимум штраф 500 рублей как максимум и штраф и демонтаж на месте. Но вот на днях мне пришел альтернативный вариант тонировки от компании ESCO. И этот вариант называется каркасные шторки на магнитах, которые защищают ваш автомобиль не только от солнца, но еще и от насекомых, от попадания пыли, когда вы передвигаетесь на автомобиле с открытыми окнами. Но в первую очередь все начинается с инструкции. Давайте я вам кратенько, но подробно все расскажу. Компания ESCO доставляет шторки по всей России. Способы оплаты есть любые, включая по факту при получении. Что вы получаете в комплекте? Это приходит все запечатанное вот в таком фирменном чехле. Также идет в подарок освежитель воздуха и две инструкции. Первая инструкция это на передние окна, они идут на магнитах. И другая инструкция это на задние окна, они идут не на магнитных креплениях. Важно понимать, что при установке вам не нужны никакие инструменты и вам ничего не нужно сверлить для того, чтобы их установить. Все, что вам понадобится, есть в комплекте. Обезжиривайте, вот эти крепежи крепятся на двухсторонний скотч. Сзади еще проще, никакой скотч там не применяется. Там идут специальные крепления, которые устанавливаются на каркас двери вашего автомобиля. Давайте покажу, как это выглядит на деле. Открываем окошко. Нам нужно установить два крепежа. Раз и два. После этого вы вставляете вашу шторку в пасы. Все, больше делать ничего не нужно. Если вдруг вы захотите снять, это тоже легко снимается. По пропускаемости. Задняя часть у нас эквивалента 5% тонировки. Передняя часть у нас эквивалента 10% тонировки. Все это можно сделать самостоятельно. У меня время установки заняло примерно 25 минут, в силу того, что я это все устанавливал один и внимательно все читал. Я уже сделал эксперимент, разогнался по МКАДу 100 километров, открыл окно. Пожалуйста, смотрите, ничего не вылетает, обзорность при этом хорошая. И сколько же стоят шторки эско, спросишь ты, а я тебе отвечу. Здесь все очень удобно и комфортно разбито. Так, например, комплект на передние стекла начинается от 2000 рублей. Точно так же вы можете купить комплект на задние стекла, либо все это купить в паре. Все цены будут написаны на официальном сайте компании эско. И те, у кого автомобиль вообще не тонирован, могут купить комбо на все стекла, включая даже задние. То есть сейчас у меня для примера установлена шторка даже на заднее стекло. Все это есть, таким образом автомобиль у вас получится полностью тонированный по кругу. Удобно, комфортно, недорого. А самое главное, нет никаких проблем с госавтоинспекцией. Каркасные шторки на магнитах от компании эско ждут тебя в описании. А под капотом у нас скрывается абсолютно новый мотор, который выпускается с 2017 года. Объем 2,5 литра, 200 лошадей, 243 крутящего момента. Работает он с новой 8-ступенчатой коробкой передач. Вот этот мотор устанавливается на Lexus, он устанавливается на RAV4 и он устанавливается на Toyota Camry. Но на ту Camry, которая идет для рынка в Америку. Для нас приехала Camry со старым мотором 2,5 литра и 6-ступенчатая коробка передач. Что дает этот мотор? Ну смотрите, как заявляет производитель, что это новая линейка современных моторов от компании Lexus Toyota. Что коэффициент полезного действия здесь стал лучше, что мотор стал экономичнее. И с одной стороны, это действительно так. Значит, в паре с 8-ступенчатой коробкой машина едет очень плавно. Вот мы уже покатались, то есть ты едешь, не напрягаешься. Расход топлива у владельца по городу сейчас примерно 9,5 литра. Вот максимально, что показывал компьютер, 9,7. При этом пробег на машине сейчас 3700 километров. Ближайшего дальняя поездка будет составлять на юг. Буквально через пару дней он отправляется. Посмотрим, что там будет по трассе. Ну я думаю, литров 6-7. Машина при скорости 110 километров действительно сможет показать. Какие плюсы вообще у этого мотора, у этого автомобиля в целом? Вот сейчас я как владелец немецкого автомобиля могу сказать следующее. Значит, немецкая машина, это надо следить за турбиной к 100 тысячам. Надо следить за цепью, надо следить за различными запчастями по автомобилю. То есть по подкапотному пространству везде есть свой ресурс. Нужно за всем смотреть. Lexus и Toyota и вообще японцы в целом со своими атмосферными моторами это все просто. Раз в 10 тысяч ты регулярно заливаешь хорошее масло. Тысяч на 90 начать менять масло в коробке. Все, больше ни о чем напрягаться не нужно. Если мотор от BMW это условно там ресурс 200 тысяч километров и там уже начнутся действительно серьезные вливания денег, то моторы от компании Lexus, Toyota, Mazda, Honda это на самом деле 300-400 тысяч при должном обслуживании. Должное обслуживание, поймите правильно, и этот мотор можно убить, если постоянно гонять, если небрежно относиться к машине, если не делать там простых обслуживаний. Некоторые обслуживают как? Фильтр воздушный достал, об коленку постучал, продул, поставил, поехал дальше. Но первые владельцы, как правило, с деньгами, соответственно, они на обслуживании экономить точно не будут. Поэтому нам, тем, кто смотрит на вторичку, вот эти машины будут интересны. Через 3-4-5 лет машина будет стоить, я думаю, в районе 1 миллион 800. Вот в среднем такая цена будет 1 миллион 800, 2 миллиона 100 тысяч. Для этих машин это ни о чем. То есть ты можешь запросто откатать 200, 250, 300. Все зависит от того, как ездил первый владелец. Также в линейке есть мотор 2-литровый и 3,5 литра. Этот мотор разгоняется по паспорту 9,1 секунды до первой сотни. При этом сам по себе кузов полностью переработан. То есть я вам сказал, что он построен на новой платформе. Что это дает? Когда вы едете по городу, вот некоторые говорят, вот в обзорах я смотрел там журналистов все, ой, какой он плавный, какой он комфортный. Ну, блин, действительно, так оно и есть. Но я нахожу отзывы, где люди говорят, что все равно жестковата подвеска. Вот мы катались, там, например, какие-то лежащие полицейские, пластиковые. Если его проехать со скоростью 20-30 км, ну, конечно, ты чувствуешь, как подвеска отрабатывает. Если ты проезжаешь по 15 км, ну, вполне достойная подвеска. Здесь больше зависит от того, как вы будете ездить. И в плане подвески то же самое. Убить можно все, что угодно. Вы сами знаете, что неубиваемого ничего не существует. Здесь в первую очередь вопрос к тебе, как ты будешь ездить. 2 литра, там разгон примерно 11,6 секунд. То есть машина прям сильно овощная. Она, конечно же, подойдет к каким-нибудь таксистам, там, корпоративный парк. Просто там жене купить, чтобы она передвигалась. Мы тестировали предыдущую версию с 2-х литровым мотором. Я вам честно скажу, в отличие от Toyota машина гораздо лучше стоит на дороге. То есть ты едешь на большой скорости в затяжные повороты, заходить гораздо комфортнее. Здесь у нас стоят 17-е колеса. Я вот честно говорю вам, считаю, что это идеальный вариант. Для этой машины там какие-то 18-е, 19-е, уж тем более 20-е колеса ставить, ну, вообще не нужно. Это, конечно, там для молодых, кто хочет там показать красоту. Но для комфорта, когда ты передвигаешься на автомобиле, этого будет с головой. Впереди Макферсон стоит, задняя независимая многорычажная подвеска. То есть здесь вас ничем не удивить. Клиренс у автомобиля порядка 154 миллиметров. Для города, в принципе, достойно. Опять же, смотря какой город, если ты живешь там, где не чистят снег. Здесь старая песня о главном. Конечно же, хотелось бы, чтобы был полный привод. Но, к сожалению, полного привода на этих автомобилях нет. И для меня это, на самом деле, прям серьезная такая проблема. Потому что топовую версию с мотором 3,5 литра, который там разгоняется 7 с чем-то секунд. Хороший крутящий момент. Там действительно мощная такая машина получается. Но переднего привода. Я покатался на Toyota Camry 3.5. Я прекрасно знаю, о чем я говорю. Поэтому играть с тем, что надо резину пошире, получше резину, чтобы зацеп был. А вот если еще пружины поменять, то совсем по-другому машина поедет. Ни к чему это. Был бы полный привод, было бы круто. Опять же, топовая версия со всеми возможными пакетами. Она там доходит по цене практически 4 миллиона рублей. И, конечно же, те, кто покупает эти машины, они там в единичном экземпляре. Зачастую это 2-2,5 литра моторы. Но 3,5, опять же, нам с вами, понимаете, не нужно кричать о том, что за такие деньги, да пошли они в жопу, мы лучше купим что-то другое. Машина сделана, машина заводится не так, что их, знаешь, там на площадке стоит очень много. Зачастую 3,5 это под заказ. Ты звонишь, говоришь, я хочу машину. Приезжайте, оставляйте деньги, тогда мы вам ее привезем. Соответственно, кто хочет, тот покупает. В остальном, все здесь элементарно, все просто. Следить здесь, по большому счету, ни за чем не нужно. Рассказать вам о том, какой ресурс у этого мотора, я не могу, потому что нет никакой официальной информации. Машины свежие, то есть таких людей, кто проехал на них уже там по 300-400 км, они дали полноценный отзыв, пока что нет. Я думаю, это году там в 2020-2021 от таксистов как раз таки можно будет поднять полную информацию. Но атмосферник, как бы сами понимают, что здесь проблем от этой компании ждать, в принципе, не приходится. Только если заводской брак. А что, надо было посильнее хлопнуть? С первого раза у меня не получилось. Значит, обращаю ваше внимание, что в нашем случае идет уже оптика диодная. Естественно, она и ближний, и дальний диодный, но в более продвинутых версиях. Там будет совсем другая линза, там три линзы будут стоять. Здесь у нас идут ходовки диодные. Все сделано в характерном стиле Lexus. То есть такие острые углы. Смотрится, в принципе, машина симпатичная. То есть сказать так, что она некрасивая, я не могу. Ну, знаешь, такая статус имеется. Lexus, в принципе, бренд узнаваемый, бренд дорогой. Цвет тоже приятный. Белый перламутр стоит отдельных денег по цене, когда вы его покупаете. В силу того, что мы тестируем с вами разные автомобили, я заметил одну простую тенденцию. Знаете, можно уже закрытыми глазами, когда вы тестируете новый автомобиль, можно прямо угадывать, что автомобиль стал больше, что автомобиль стал шире, что автомобиль стал выше. То же самое происходит и здесь. По миллиметрам везде, но добавили. Каждый год, каждое поколение постоянно машина в размерах увеличивается. Если смотреть под этим углом, ну, не знаю, как вам. Вот по этой части, по задней, я почему-то прям вижу те же самые сходства с Toyota Camry. Хотя многие говорят и заявляют, что с Camry ее связывать и сравнивать нельзя. Я с этим полностью согласен. Садишься в машину, совсем другие ощущения. Совсем другое качество отделочных материалов. Машина гораздо приятнее. По внешнему виду сзади, ну, характерное все для Lexus. То есть здесь, знаешь, как бы, я даже не знаю, чего добавить. Смотрите сами, оценивайте. Говорите, как вам, автомобиль симпатичный, не симпатичный. Багажник открывается силой мысли. Посмотрел, открылся. У нас есть камера заднего вида. Она идет с динамической разведкой. Это разметка. Это важно. Потому что в некоторых машинах за такие деньги может быть просто камера без динамической разметки. У нас багажник 420 литров. Вот что меня убивает больше всего. Бизнес-класс. Но тебе не дают возможность складывать задний ряд сидений. При этом задний ряд сидений, он не электронный. То есть там нельзя спинку наклонять назад. Но ты сложить не можешь. А почему так делают? Мол, ты ездишь на нем, ты солидный человек. Максимум что-то должен положить. Какой-нибудь чемоданчик с вещами. Да окей, хорошо. Но я хочу иметь возможность. Сам принимает решение, могу я сложить сиденье или не могу. То есть я почему-то прямо меня это удивляет. Что это даже как доп. опция невозможно, чтобы складывать багажник. У нас идет полноразмерное запасное колесо. Больше по багажнику вам рассказать нечего. То есть 420 литров, как вы видите, всего у нас тут накидано. Этого достаточно. Ну и опять же можно наложить еще больше. А так в остальном камера на открытом месте. Многие говорят о том, что а вот будет пачкаться. Да и ничего страшного. Вышел, протер, ничего с тобой не случится. При этом важная деталь этого автомобиля, что здесь очень комфортно передвигаться сзади. Вот обратите внимание в первую очередь какого цвета салон. Ну действительно приятный цвет. Я конечно понимаю, что для многих там вот черный цвет, там черное на черном классно. Но я заметил, что в дорогих автомобилях как раз больше встречаются светлые тона. Садишься, машина кажется внутри как-то более такой светлой. Больше по салону кажется место. Здесь же я присаживаюсь. Места полно. На головой место стало больше. Пусть это не так много. В цифрах это условно там плюс 5-6 миллиметров. Но для рекламы, знаете, для галочки стало больше. Впереди, перед тобой тоже достаточно места. Подчеркиваю, что здесь сидит человек сейчас. Он откинулся как ему комфортно. Мы специально сидение вперед не двигали. То есть я сижу, мне классно. Сидение очень комфортно. Знаешь, просто сами по себе мягкие. Кожа в автомобиле не натуральная. То есть это можно даже заметить. Покажи, пожалуйста, вот здесь поближе. То есть вот в некоторых таких деталях, знаете, ну чувствуется то, что, знаешь, ну не прям вау. Есть кожа, например, там Napa более дорогая. Все вы про это знаете. Это применяется из года в год одно и то же в обычных комплектациях, как в нашей эко-коже. Но цвет приятный. И сидеть, кресло, знаешь, ну задний диван, комфортно. То есть сказать так, что я себя чувствую каким-то напряженным здесь я не могу. Но одно могу сказать, что хотелось бы, конечно, чтобы была возможность откинуть чуть-чуть назад сидение. Вот как в кавре это было сделано. Это круто. Ты откидываешься на дальнее расстояние прям с кайфом. Если ты босс, переднее сидение откинул вперед, сел, тут можно будет реально ногу на ногу накинуть. Водичка у тебя стоит, кофе. Едешь, передвигаешься с комфортом. Но вот посадка-высадка в автомобиль. Вот обратите внимание, раз ты вышел. Зачастую, когда мы тестируем какие-нибудь кроссоверы. Так, например, вот недавно мы тестировали Porsche Macan. Небольшая машинка, дорогая машинка. Но вот там сзади вылазить вообще невозможно. Конечно, не надо их сравнивать. Этот автомобиль там сделан и для водителя, и для пассажира в том числе. Там же машина больше для водителя. Присаживаясь за руль, как напишет в рекламе, вы попадаете в зону комфорта. Я не буду прям сильно нахваливать вам автомобиль. Но в целом, конечно, по комфорту он сделан достойно. Если вы настраиваете под себя сидение, новая мультимедиа. Но она у нас в силу того, что у нас не самая жирная версия простая. Есть мультимедиа, где она будет прям во весь экран. Есть машины, которые очень сильно укомплектованы с точки зрения безопасности. Они будут видеть спереди пешехода, который перебегает. Сзади пешехода, который там под камеру вам под жопу лезет. Это вы все можете почитать на официальном сайте. С точки зрения современных технологий, все то же самое, как и везде. Можно найти автомобили. Будут они у вас с вентиляцией передних сидений. Есть, в принципе, машины все, что нужно. В нашем случае машину назвать бедной тоже нельзя. Все самое необходимое, на мой взгляд, присутствует. Вот что больше всего, я не знаю почему, но смущает многих людей. Вот эти вот рожки. Некоторые говорят, типа, да что это такое, да зачем это нужно. Друзья, но есть дизайнеры. Вот он так увидел. Вот он взял, создал, сделал. С одной стороны, возможно, некрасиво. Но с другой стороны, это удобно. Ты едешь на правом рожке, на правом рагу. Ты, короче, можешь выбрать режим управления. Спорт, обычный, нормальный, экономичный. Слева при этом ты можешь отключить курсовую устойчивость. Все. Приборная панель, читаемая. Ну, на самом деле, все читаемое, ко всему нужно привыкать. Конечно, с точки зрения прорисовки, ну, туфта. То есть, вот, например, мультимедиа. Ничего симпатичного нет. То есть, нужно брать там расширенную версию здоровую. Там еще куда-нибудь что, там навигация красиво смотрится. Но на сегодняшний день навигация. Вот, куда-нибудь посмотрю, все в основном ездят по телефону. Выставил, поехал. Здесь все это управление, да, ну, вот этот рисунок сам по себе дизайн. Вот ведь напоминает, на самом деле, Камри новую. То есть, сходство присутствует, сходство есть. Шумка вот по верхней части, вот от лобового стекла, от боковых стекол. Все очень тихо. Здесь идет двойной стеклопакет. То есть, вы сели, закрыли, все, вы едете. Когда вы передвигаетесь со скоростью до 60-80 километров, реально, в машине тихо. Стоит разогнаться больше 100, шум идет именно от колес. Поэтому я всегда рекомендую, вот присматриваться, брать резину помягче, потише и сделать шумку арок. Если вы сделали дополнительную шумку днища или вообще полностью зашумите автомобиль, реально работает. Будете прям получать большое удовольствие. Не забывайте о том, что у нас есть люк, который на механической части открыли, светло. Но в зимнее время холоднее будет, дождь сильнее слышно. Кому как? Я спрашиваю владельца, что понравилось, что не понравилось. Он говорит, в целом, конечно, комфортно, все здорово, но не хватает, например, мне подочечника. То есть, все есть, а подочечника нет. Вопрос решаемый. Вон, заказали, есть различного рода версии, можно закрыть. Вот подчеркну, прайсовая цена автомобиля 2 миллиона 836 тысяч рублей. При этом у нас, например, нет датчика дождя и, если не ошибаюсь, нет датчика света. У нас нет подогрева руля. У нас есть система автохолд, у нас есть система старт-стоп. Она идет на этом моторе изначально, потому что он как бы рассчитан больше на экономическую езду. Они сейчас стараются сделать так, чтобы ваш расход на 2,5 литрах не превышал 10 литров. Раньше, как вы помните, все говорили, а вот Toyota E в том числе также говорил, что одни и те же моторы делают, уже пошли новые современные моторы, которые мало жрут топливо, а у Toyota и у Lexus все одно и то же происходит. Сейчас же все, пожалуйста, можно добиваться хороших результатов. Я прекрасно понимаю, что многие хотят знать не только плюсы, не только позитивные, но и что-то негативное. Друзья, ну а что негативное здесь можно сказать? Ну давайте попробуем вместе с вами. Первое. Это риск угона. Соответственно, покупая автомобиль, нужно однозначно делать каско, это не дешево. Второе. В силу того, что вы покупаете автомобиль Lexus, он японец, это цена 2,5 миллиона и выше за автомобиль, который будет с передним приводом, который будет не очень прям так максимально укомплектован. Чтобы это было, нужно доплачивать, 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 покупать пакеты все выше, выше, выше. Но это в принципе везде, на всех автомобилях сегодня так происходит. Нету даже в самой топовой версии полного привода. Полный привод нужен однозначно. При этом модели типа GS на сегодняшний день в нашей стране не продаются. По качеству отделочных материалов. Ну допустим, вот та же самая мультимедиа. Но все равно, как это было раньше прорисовано, но это некрасиво. То есть хочется чего-то видеть более современное, более продвинутое. Лакокрасочное покрытие. Здесь одна и та же песня о главном. Что покупая автомобиль, все зависит от того, как вы его будете эксплуатировать и где вы его будете эксплуатировать. По ходовым качествам. Вот мы с вами едем не спеша. Там 30-40 километров серпантинная дорога. Разбитые места. То есть по качеству вы сейчас картинки это не увидите, потому что у нас стабилизация. Мы стараемся снимать для вас плавно. Но передвигаясь не быстро по городу, машина реально комфортная. То есть если бы я был бы чей-то водитель, сзади сидел бы, допустим, там вы как босс, там ваша жена, ваш ребенок. Ну не важно. Я сижу за рулем, жена, дети плавно ехать, все будут получать удовольствие. Шумоизоляция в автомобиле действительно достойная. То есть напряга здесь никакого нет. При этом можно ее доработать самостоятельно. Когда мы выходим с вами на участок дороги, куда нужно выехать оперативно, мы включаем просто режим спорт. Коробка очень шустрая на самом деле. То есть ты разгоняешься, даже не чувствуешь как. Но мотор слышно. Если сейчас мы начнем с вами топить в пол постоянно, то есть газ в пол, он будет орать и при этом обороты он держит. Погоняться для своих лошадей, для своего мотора можно попробовать. Но не забывайте о том, что динамика паспортная, заявлено только 9,1 секунды. Чиповать этот мотор, ну я считаю это вообще бред. То есть машина не спортивная, машина больше сделана для комфортной езды, для комфортного ускорения. 17 колесики, мы сейчас здесь передвигаемся, колейная дорога, машина едет комфортно. То есть здесь я катаюсь на своей BMW, у меня стоит разноширокая резина 275 сзади. Конечно там приходится машину ловить. По эргономике салона левый подлокотник на своем месте, аккуратненько рукой взялся за руль. Справа лежит у нас подлокотник, то есть все продуманно сделано. Вот этот джойстик сенсорный, который дает возможность управлять дисплеем, тоже вот под руку, под ладошку ты положил. Ну действительно пацаны, ну как бы парни, мужики, мужчины, господа, комфортно находиться в автомобиле, комфортно им управлять. Гнаться на нем, ну никуда не охота, вот мне вот поражает некоторые, типа надо брать там мощный мотор, зато газку дал, как тачка поехала. А куда поехала? Ты смотри, вот мы едем по городу, вот тебе живой пример. День, сегодня лето, народу в городе поменьше, то есть как бы движение еще считается свободным. Ну ты только на газ нажмешь, вон камера на 60, пешеходный переход, круговое движение, постоянные знаки. То есть нужно кататься вот с удовольствием 50-60, ты не напрягаешься, включил музыку, едешь все, наслаждаешься дорогой. Ну правильно, нет? Не забывайте о ликвидности автомобиля. Покупая его, вы не так много потеряете на вторичке, но в любом случае тоже там первый, второй, третий год, это самые дорогие года во владении. В режиме спорт, давайте просто посмотрим, ну, 30-ка, газ пол. Подрыв есть, и самое интересное, что даже она попыталась маленько пробуксовывать, прям совсем чуть-чуть я это почувствовал. Ну вот характерный звук, газ пол, передача ниже, оборот поднялись, мы поехали. Но это делать неохота, серьезно говорю. Коробка, кстати, очень крутая, удивлен, прям едешь, знаете, так действительно комфортно, то есть она прям плавненько переключается, никакой дерготни особо нет. По интерьеру, по эргономике, друзья, здесь вы это делаете сами, знаю прекрасно, что многим Lexus вообще не нравится, то есть весь их стиль, что бы ты там ни делал, то есть за исключением каких-то прям очень дорогих моделей, там LX 570, не знаю, там LS, там нравится, здесь на ваше усмотрение. Кнопочки, конечно, можно придраться, но с другой стороны, да есть, она что-то на радио нажала, все, едешь, слушаешь музыку. Поэтому тут выводы делайте сами. А выводы здесь простые. Достойный седан, японский, бизнес-класс. Мы сейчас с вами находимся на окраине Москвы, вот, пожалуйста, автомобили простенькие, и вот этот Lexus здесь прям бросается в глаза, солидная, хорошая, дорогая машина. Минусы какие? Ну, цена, друзья. Вот скажите одно, конечно, я приведу глупый пример, но если бы вот эта комплектация начиналась бы по цене, там, 1,499, и средняя комплектация была бы, там, миллион восемьсот, что бы вы сказали? Фигня? Конечно, бы их стали покупать гораздо больше, потому что, по большому счету, машину ты получаешь надежную, ликвидную, комфортную. Передвигаться на ней по городу одно удовольствие. В любом случае, я всех вас приглашаю в комментарии, пишите ваше мнение, что вы думаете по этому поводу, что бы вы купили бы в цене за два с половиной миллиона нового, надежного, комфортного. Жду ваше мнение. Обязательно подписывайтесь на инстаграм нашего канала, там всегда выходят только свежие, новости, вот мы сейчас снимаем, а обсуждения по автомобилю там уже идут. Ставьте лайки, ставьте дизлайки, у меня на этом пока что все, дальше будет больше интересных роликов. До новых встреч, всем пока-пока!